здравствуйте мои дорогие девочки и мальчики всех вас с масленицей почему я говорю и мальчики потому что на моем канале я так предполагаю что есть и мальчики да и я видела некоторых мальчиков которые лучше чем девочки пекут блины у которых это все классно получается так не пугайтесь что я вот в таком вот виде вроде бы пеку блины должно быть жарко а я еще и кофту одела вы знаете два раза уже сегодня очистила снег и вот что-то я замерзла вроде когда чистишь снег должна знаете так раз сразу должно быть жарко а я пока пока его чистила мне было жарко сейчас мне стало холодно даже вон мурашки мурашки потело только еще не хватало бы там чего-нибудь такого неприятного но надеюсь все будет нормально сейчас напеку блинов и нагреюсь ну вот пока печется мне блин надо мне щеточку подготовить купила себе свеженькую щетку в этом самом так а где же это фаверлик но я ее просто так не могу я ее чистить пока я ее не помыла поэтому я закипятила чайник и сейчас я налью в чашку воды и залью поставлю щетку и залью кипятком к пока у меня приходится блины ему надо быстренько блин снимать иначе спалю иначе спалю главное не забывать про блины рецепт девочки у меня совершенно простой мука яйцо соль сахар что еще там молоко яйцо молоко соль сахар и мука все никакого кипятка я сюда не добавляю никакие дырочки пупырышки я не ищу своих блинах вот обычные блины как пекла мама как пекла бабушка и это было давно и точно так же так пусть этот и так же якорьку никто никогда не обижался все говорили что блины вкуснее ну вот сейчас мы четко у меня силиконовая давно я уже не не это самое ну вот мне уже начинает становиться тепло потому что тут это самое возле газа теплее немножечко ой как меня девчонки заманала заманал этот снег целую неделю он уже был я же говорила что у нас был снег но как-то не было так ну пару дней пройдет и на этом все а тут вот неделю да еще пообещали что вроде бы завтра или послезавтра мороз до семнадцати градусов но вообще-то морозы нам говорили и вы перед рождеством и перед крещением говорили ой мороз мороз и однако его не было поэтому будет тут мороз или не будет не знаю так это нам шмяк потом скажет он тут у меня лежит сегодня вы его не видите потому что он пришел сейчас молочка попил вот и ног у меня улегся шмяк мне украл меня тапок вот как я вечером на уже начала переодеваться ложиться спать тапочки сняла поставила возле кровати вдруг ему захотелось побегать вот что-то вы знаете дело к к этой к весне идет и он то он попросится на улицу то начинает дома носиться как ненормальный из комнаты в комнату и даже и даже за диван и за стенку в общем где есть свободное место я не знаю как он там пролетает что он несется за шкаф потом в другую комнату за стенку за диван как ненормальный и вот вчера он понесся под мою тахту потом когда я хотела одеть тапки одного не оказалось я посмотрела и под тахтой не видно не знаю куда он его запихнул эй дружочек отдавай мой тапок иди ищи иди ищи мой тапок смотрит внимательно слушает вот так что я хотела блины ничем не начиняю блины просто так пику но открою баночку сгущенки вот что-то мне захотелось блинчиков со сгущенкой я чуть-чуть сахара всыпала поэтому так вот сейчас еще тайне поза позвоню спрошу она блины печет или нет может придет ко мне на блины не знаю на какой на смене и как не могу никак не могу запомнить как она работает какой у нее график полная ночная выходной проходной никак не могу людося моя еще на больничном тоже поболтали сегодня утром алла мне тут уже начала присылать картинки с масленицей и еще с восьмым мартом я говорю так до восьмого марта еще бог знает сколько времени ну вот так сидит дома наверное забыла забыла наверное вот мои хорошие день день как день что масленица что не масленица мне все равно когда не работаешь все дни как праздник а сегодня заглянула на канал на судаковой вы там не пишите некоторые вот чего вы ее смотрите такая сякая но знаете иногда вот ради развлечения вроде бы как будто иногда так прочитаю этот самый название правда у нее там два канала такая она что она делает она меняется название и можно попасть на то же самое но бывает еще смотришь в чем она там одета и заглянула она пишет как она учится печь блины это как в цирк сходить ни один блин у нее не получился все блины комом как это говорят все блины не не дает им допечься блину и переворачивает мама там не пишет что мол надо руками переворачивать блины не понимаю зачем мне зачем лезть в горячую сковородку ну да мама там у нее повара на печь умеет все хорошо но я вообще не понимаю для чего руками переворачивать блин в любом случае и блин горячий сковородка горячая да для этого существует лопатка для того чтобы переворачивать блины для того чтобы пользоваться ей ну вот не не поняла я но естественно она сначала пробовала ножом у нее не получилось кусочки потом она пробовала лопаткой у нее не получилось потом она начала пробовать с руками короче у нее все все блины кусочками кусочками но она на камеру ест и короче все съела все вот эти вот лохмотья она все съела у меня бывает тоже бывает такое вот я пробовала с кислого молока печь блины однажды но пожалела я не стала его ставить что закисляться чтоб творог там получился и думаю ай ну напеку я блинов с этого молока которая подкисла ну и что вы думаете да у меня тоже блины рвались меня не тоже рвались вот но я их даже перевернуть не могла я короче потом добавила муки побольше и сделала их более плотные тогда не только у меня спеклись а тонкие такие у меня не получились на кефире блины я не очень вот эти вот пухленькие пышненькие иногда пробую на дрожжах у меня бабушка очень хорошо пекла блины на дрожжах они у нее как булочки получались такие вкусненькие такие сладенькие это самое я это пекла когда когда у меня семейство было сейчас мне это не надо сейчас мне удобно вот спекла немножко себе этих самых тоненьких блинчиков и даже вот желательно только столько сколько сейчас вот их съесть чтобы они не оставались потому что остается потом сами знаете подсыхают ободочек этот подсыхает они такие уже становятся но не выбросишь конечно даешь но уже потом это уже не очень вкусно потом это уже не вкусно поэтому я знаю что ко мне сегодня никто не придет и я знаю что это не даже если она и дома она скажет нет мне надо это самая печку вытопить у нее уже паровое отопление у нее нет газа а паровое отопление надо понемножку подбрасывать чтобы она была тепленько в доме и вот когда она особенно уходит на работу так вот кто-то кто-то мне звонит на этот телефон или пишет ну все очков не знаю где очки уже все уже уплыло это вот так вот бывает кто-то звонит на этот телефон а это самое а он не подает звук он не подает всегда говорю девчонкам своим звоните тогда на второй на этом-то у меня на новом только и есть эти самые только мои самые близкие орешка таня люда алла вася еще вот только они у меня на этом но я предупредила их только тогда звонить потому что в основном номера у меня на том телефоне так ну что что такое ты почему у меня прилипаешь даже даже мне многовато раз два три четыре это пятый блин и тут наверное еще пару что будет это даже еще многовато у меня блинов получается девочки что-то светлеет как-то на улице снег прекратился и это самое и прямо так как-то светло светло стало как будто солнышко хочет выглянуть а солнышко к чему солнышко к морозу так давайте немножечко я вроде в этом в тесто влила масло чуть-чуть но что-то я смотрю боюсь как бы то не это самое что блин и еще один блин что-то я вчера вам хотела снимала видео что-то я хотела сказать и не сказала мне потом вспомнила сейчас опять уже не помню тут помню тут не помню да так что-то я хотела вам еще рассказать интересного о вещах и как хочется чтобы весна была скорее а тут снег наметает и наметает я представляю как если вот резко потеплеет и вот это начнет все таять как тут будет мокро какие тут будут лужи лужи и ручьи это будет ужас да вот что я хотела сегодня это самое включаю новости а там говорят опять землетрясение было и что вроде даже в анталии воланье слышали его вот как 66 баллов вроде бы говорили боже мой когда же там это все закончится там еще люди без крова без ничего еще спасатели их спасают а тут еще дальше идет дальше и дальше какие страхи вы какие страхи народ то собирался отдыхать в турцию тут почти всю зиму у нас на это самое я смотрела на youtube и в инстаграме предложение те самые предлагают отели там со скидкой чтобы заранее выкупать мы представляю как тот кто сейчас вот тогда допустим тогда часто уже нет а вот тогда если выкупали путевки там бронировали все представляю каком они сейчас состоянии и и ехать и лететь страшно и как деньги эти вернуть я так даже не представляю я никогда вот сколько сколько ездила отдыхать никогда заранее ничего не покупала никогда потому что неизвестно и цену неизвестно и вообще самому кто вот вот так вот узнай сейчас все хорошо а через полчаса неизвестно что творится ну что последний будет блина ой сколько их много ой сколько их много остатки остатки сладки так надо мне эти остатки остатки наверно вылетели уже оставить на маленький блинок чтобы он не это самый чтобы этот такой толстый небо я потом были последние ночи они тоже ждет но что ждет если он это все равно есть не будет ладно девочки я пока отключусь все девочки все блинов напекла посмотрите какие красивенькие зажаристые такие сейчас и чай налила и чай налила не посмотрела какой остатки короче у меня заварки этой чайку от faberlic ой ой и правда солнышко выглянула и правда выглянула солнышко ждем 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 морозик ждем морозик так отодвину отодвину подальше вроде вам уже больше и рассказывать нечего сейчас открою банку со сгущенкой так вот и дружочек мой пришел дружочек пирожочек мячоним мой сегодня спал на моем кресле так трясется но извините будет трястись потому что никак иначе ну что не надо было все открывать так сделать только дырочку трясется камера сейчас я блинчик возьму на другую тарелку положу и сгущенка перри ты мне прямо в рот смотришь да мой ты мой хороший ой ты мой хороший мальчишка мой если бы ты ел я тебе дала ну ты ж есть это не будешь палец чуть не порезала девочки чуть не порезала палец такой последний блинок у меня получился вот такой вот видите какой вот его и надо первый съесть первое его надо съесть шмяк ну ты ж не будешь как мне сейчас вкусно будет как будет вкусно как сладко так вилкой вилкой вот он вот он сейчас я вам покажу вот он сидит вот он дружочек сидит наблюдает если бы он ел все ему все давалось но он же не есть может мне с ножом есть с ножом и с вилкой есть блин как вы думаете сейчас я скручу скручу и отрежу так что что это он лапой своей так надо ниже опустить чтобы вы видели вот он дружочек дружочек хочет пирожочек а его нету так ну еще немножко ниже чтоб шмяка был виден да но блин не получается так чтобы все было видно не получается так вот такой маленький кусочек и в ротик по девочки вкусно 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 масленица как целую неделю я конечно целую неделю блины печенье буду во первых мне этих хватит но надо будет за завтра за сегодня съесть иначе не сохнут конечно я их завернул и положу наверх тарелку и потом наверное заверну в полотенце и в холодильник а потом как я их буду сложу в четыре раза два два обжарим на это самое это вот если я куплены там с творогом начиняю или с колбасой сыром тогда я какие-то себе жарю я их ем остальные я заворачиваю в такую специальную бумажку прозрачная баба пару блинчиков вложу в морозилку потом открываешь размораживаешь разогреваешь обжариваешь а вот такие тонкие вот такие тонкие мне не нравится они обсыхают почему-то обсыхают маленький я блин съела это сейчас большой польем прямо с банки полью много сгущенки не бывает сгущенка это вообще прелесть наша белорусская вкуснячая девочки я вас соблазнила на такую вкусноту так этот можно тоже свернуть кружочек в трубочку ладно девочки не будут разница пальчики вкусные сгущенки не будут разница особенно тех кто не любит когда жрут буду есть одна еще раз поздравляю всех с масленицей и мальчика и девочек пока до следующего видео